Всем привет! В этом ролике вяжем шапку с простым интересным узором. Ширина изделия 20 см, высота 24 см, подойдет на обхват головы 50-52 см. Вяжем из пряжи Rosetta First Class, универсальная пряжа, в матке на 50 грамм 115 метров, мой цвет 149-15, красивый, насыщенный, таракотовый. Пряжа полушерстяная, в составе 50% мериносовой шерсти и 50% микрофибры. Для людей с чувствительной кожей пряжа покажется колкой, после ВТО становится помягче. Рекомендуется спицы до 4,5 мм, но мы будем вязать две нити на спицах номер 6, длина лески 40 см. Нить классической скрутки, присутствует короткий ворс, пряжа теплая, отличная, универсальная, подойдет для вязания как аксессуаров, так и предметов одежды. Красиво ложится и в лицевой глади, и в узорах. Перед началом работы вяжем образец, считаем плотность, в одном сантиметре у меня полторы петли. Берем две нити и обычным способом набираем 60 петель. Данное количество петель подойдет для ребенка 6-8 лет с обхватом головы 50-52 см. Количество петель должно быть кратно 4. Набрали нужное количество, плюс одну петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы коса наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Разворачиваемся. Разворачиваемся мы для того, чтобы наш отворот был с красивым краем, а не с узелками. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. Первую петлю провязываем изнаночной, вторую петлю провязываем лицевой. Снова 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Все петли в этом ряду вяжем за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца. 1 изнаночная, 1 лицевая. Довязали ряд. Здесь повесим маркер начала ряда. В последующих рядах над изнаночными вяжем изнаночные за заднюю стенку, над лицевыми лицевые за переднюю. Формируем резинку 1 на 1. Нам надо провязать высоту отворота. Я провяжу 20 рядов. После того, как отворот сформирован, переходим на вязание основным узором. В первом ряду провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Следите за расположением стенок петель. Всегда петли провязываем за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд до конца. Во втором ряду над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными и изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Повторяем первый ряд узора. Лицевые петли провязываю за передние стенки, изнаночные за задние. Довязываем ряд. В третьем ряду меняем петли. над лицевыми вяжем изнаночные, провязываем 2 изнаночные, над изнаночными лицевые, 2 лицевые. Повторяем до конца ряда, 2 изнаночные, 2 лицевые. Четвертый ряд узора повторяет третий, над изнаночными изнаночные, 2 изнаночные, над лицевыми лицевые, 2 лицевые. довязываем четвертый ряд узора и далее повторяем 4 этих ряда всего провяжем 8 раппортов узора в высоту то есть 32 ряда основным узором высота шапки готова далее приступаем к убавлению петель для формирования макушки перед нами две лицевые петли мы их должны провязывать двумя изнаночными провязываем их одно изнаночном месте за передней стенке далее две лицевые над изнаночными снова 2 вместе изнаночной над лицевыми 2 лицевые над изнаночными 2 петли вместе изнаночной 2 лицевые навязываем таким образом ряд до конца следующий ряд вяжем по узору 1 изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые в этом ряду убавление не делаем убавки делаем через ряд третий ряд перед нами 1 изнаночная которую мы должны провязать лицевой далее 2 лицевые которые мы должны провязать 1 изнаночной 1 лицевая 2 вместе изнаночной за передней стенке 1 лицевая 2 вместе изнаночной вяжем таким образом до конца ряда четвертый ряд провязываем по узору 1 лицевая 1 изнаночная над лицевой лицевая над изнаночной изнаночная навязываем ряд без убавок в следующем ряду убавления лицевую петлю надо провязать вместе с изнаночной мы ее разворачиваем провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки снова разворачиваем петлю провязываем 2 вместе лицевую разворачиваем провязываем 2 вместе лицевой последний ряд с убавлениями разворачиваем 2 петли провязываем вместе лицевой за задние стенки 1 лицевая за переднюю стенку вновь разворачиваем две петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку 1 лицевая за переднюю навязываем таким образом ряд до конца далее нить отрезаем вставляем в иглу широким ушком переснимаем на иглу все наши петли у меня осталось 10 петель на спицах и затягиваем уводим нить наизнанку с изнаночной стороны закрепляем я делаю два узелка и уводим нить по задним стенкам петель в одну сторону и в противоположную здесь нить отрезаем прячем конец наборного ряда так как наша шапка с отворотом кончик прячем по лицевой стороне чтобы он спрятался в наш отворот точно так же уводим нить по задним стенкам петель в одну сторону и в противоположную расправляем полотно чтобы нить его не стягивала нить отрезаем отправляем шапку на вто я стирала в машинке на режиме ручной стирки сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде после вто нить становится плотнее немного мягче шапку можно украсить помпоном или носить как самостоятельное изделие спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе